Россия нередко доказывала, что для нее военные преступления во время агрессии, развязанной Путиным против Украины, норма существования. Но 8 июля 2024-го кремлевский режим превзошел сам себя. Тогда российские оккупанты в прямом смысле устроили демонстративное уничтожение детей в центре украинской столицы. Их крылатая ракета попала в здание киевской больницы Ахмадет, крупнейшей детской больницы Украины. Кому-то из юных пациентов прямо в тот момент врачи пытались спасти жизнь, делая операцию, кому-то подключали капельницы, кто-то из детей лежал в коме. Бить по больным детям в то время, когда им делают операции, лечат от рака и почечной недостаточности. Это особая форма цинизма на фоне пустых заявлений Путина о так называемом мирном характере российской оккупации и уничтожении исключительно военных целей в Украине. В сети разошлись фотографии с сокровавленными детьми, которых спешно выводили из полуразрушенных корпусов больницы. Среди них были и онкобольные, которые в момент ракетного обстрела проходили процедуру диалеза. В результате удара 8 июля погибли двое мирных жителей – молодая врач и дедушка маленькой пациентки. Минимум 34 человека, среди которых 9 детей, получили травмы. Во время удара в помещении больницы находилось 627 детей. Было уничтожено ценное медицинское оборудование. И вот украинское правосудие с большой долей вероятности нашло того российского генерала, который холоднокровно отдал приказ бомбить Ахмадет. В этом военном преступлении подозревают бывшего командующего дальней авиации военно-космических сил России Сергея Кобылашин. Украинское следствие считает, что именно он 8 июля приказал нанести по детской больнице в Киеве удар крылатой ракетой Х-101, выпущенной ракетоносцем бомбардировщиком Ту-95. Об этом украинский генпрокурор Андрей Костин сообщил прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, посетившему место атаки. Офис генерального прокурора совместно со следователями службы безопасности Украины установили одного из причастных к организации и совершению этого военного преступления. Это генерал-лейтенант вооруженных сил Российской Федерации, бывший командующий дальней авиацией воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас он командующий военно-воздушными силами Российской Федерации и заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Российской Федерации. Ракета прямой наводкой попала в один из лечебных корпусов, где оказывалась медицинская помощь детям. Ракеты такого типа используют для поражения наземных целей с заранее известными координатами, заявили в офисе генпрокурора Украины. В отношении Кабалаша вынесено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве по предварительному сговору группа лиц. Если даже допустить, что это была человеческая ошибка наведения, Россия, если она считает себя цивилизованным государством, была обязана начать расследование. Но ничего подобного в варварском мире Путина никогда не происходило и происходить не будет. В подтверждение тому, российская пропаганда сразу после атаки на Ахмадет стал утверждать, что их войска целились исключительно по военным объектам в центре Киева, а на детскую больницу упала норвежская противоракета НАЗАМС, неудачно запущенная украинскими военными. Сегодня в ответ на все удары со стороны ВСУ по нашим гражданским объектам вооруженные силы Российской Федерации нанесли ответный групповой удар по объектам военной промышленности. Все спекуляции со стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. В попытке заработать себе очки, они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горе-то принесли они сами. Они абсолютно честно пишут, что это не Патриот. Да, они абсолютно правы, это не ракета системы Патриот. Но, тем не менее, это ракета совсем другой системы. Вот идет сравнение ракеты Патриот. Нет, это не яка ракета прилетела, но и это не Х-101, который наш. Это их ракета, как я понимаю, на самса. В ответ на эту ложь прокурору Международного уголовного суда Каримухану в Киеве показали фрагменты той самой ракеты Х-101, которая попала в здание Ахмадета. На ней видно серийный номер российского завода-изготовителя, что позволяет легко определить модель и модификацию боеприпаса. Хвостовая часть ракеты с аэродинамическими рулями и деформированным хвостовым отсеком со серийным номером. Международные эксперты, детально рассмотрев снимки летящей в Ахмадет ракеты, сошлись во мнении, что в ее хвостовой части видно выступающий турбореактивный двигатель самолетного типа, характерный для Х-101, которым, в отличие от зенетных противоракет типа Назамс, оснащено большинство российского крылатого оружия. На другом видео хорошо слышен характерный свист работы двигателя самолетного типа. Четверо из шестерых экспертов, общавшихся с Би-Би-Си, сошлись во мнении, что, скорее всего, в госпиталь попала именно Х-101. Момент попадания ракеты в больницу был снят на видео. На этих съемках ракета видна довольно отчетливо. В хвостовой ее части заметно утолщение. Скорее всего, это выступающий за корпус ракетный реактивный двигатель. Дизайн Х-101 выглядит именно так. А у зенитных ракет-перехватчиков такого выступа просто нет. Это не первое обвинение против Кобылаша. Международный уголовный суд, который занимается самыми громкими преступлениями в мире, геноцидом, зверствами против человечества, военными преступлениями, уже ведет следствие в отношении этого генерала и в марте выдал ордер на его арест по подозрению в обстрелах энергетических объектов Украины. С конца 2022-го и Human Rights Watch, и Amnesty International, и Всемирная организация здравоохранения, и Красный Крест утверждали, что целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Украины зимой приводит к тому, что страдают мирные жители, которые остаются без электричества, тепла и чистой воды. И это военное преступление. «Наше послание предельно ясно. Мы продолжим расследование военных преступлений в Украине и будем углубляться все дальше в этот процесс. И мы без колебаний выдадим дальнейшие ордеры на арест, если и когда доказательства потребуют этого от нас». Кобылаша вместе с еще одним генералом, командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым, обвиняют в ГАГе в преступлениях против человечества и военных преступлениях, совершенных с 10 октября 2022-го. То есть тогда, когда Россия начала так называемый «холодомор против Украины» — целенаправленное уничтожение энергетической инфраструктуры, чтобы миллионам украинцев сделать жизнь зимой невыносимой. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крыльску? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк?» Генерировать медиа идеи Украине, видимо, будет все сложнее, потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество. С этим проблемы. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналист пишет, в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже, получается, смерти генераторы какие-то. В Гаге пришли к заключению, что российское военное командование намеренно било по гражданским объектам в Украине, и что эти удары наносили гораздо более значимый ущерб мирному населению и в значительно меньшей степени подрывали боеспособность ВСУ. Поэтому Кобылашу инкриминируется совершение преступлений против человечности, а именно преднамеренное причинение страданий, телесных травм, серьезного вреда физическому или психологическому здоровью. И все это на фоне радостных визгов российской пропаганды о необходимости уничтожать гражданское население Украины. Не все такие ублюдки, которых, да, не все. Я знаю, вот я вам скажу честно, нам передают вот некоторые, которые говорят, сидят без света, сидят без воды, говорят, почему так мало, добивайте уже их, мы готовы терпеть. И в Германии были антифашисты, конечно. Но это не оправдывает нацистскую сволочь. А то, что надо еще жестче, никакого сомнения. Народ ни при чем. Реклама. После того, как 5 марта этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кабылаша, такой же, как и он, военный преступник Путин и фигурант расследования в Гааге спешно повысил своего генерала, назначив 24 июля Кабылаша командующим не только дальней авиацией, но и всеми военно-воздушными силами России. Для нас границ нет. Мы можем работать в любой точке мира, в любых климатических условиях, в любых погодных условиях, в любое время дня и ночи. Кто же такой Сергей Кабылаш? Он родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков, военно-воздушную академию имени Кагарина и военную академию Генштаба Вооруженных сил России. По пути военного преступника Кабылаш пошел еще в 2008 году, когда без малейших зазрений совести стал бомбить Грузию в рамках вторжения туда российских войск во время так называемой «восьмидневной войны». Сергей Кабылаш, командир штурмового авиаполка. 9-21 запуск. 8 августа он первым вылетел на защиту Цхиновала. Выполнять преступные приказы Кабылашу не привыкать. Тогдашнего боевого летчика сильно удивило, что Грузия, страна, на которую вероломно напали оккупанты, оказывает сопротивление. Штурмовик полковника Кабылаша стал одним из шести российских самолетов, сбитых в ходе войны в Грузии. Сначала в левый, а затем и в правый двигатель попали ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса. В мотивации не прыгать сразу у меня было две. Первое – это, естественно, инстинкт самосохранения. Он сработал в том плане, что я думаю, что если я сейчас выпрыгну, вот правда у меня такая мысль проскользнула, что я сейчас выпрыгну прямо на линии соприкосновения боевого. И меня сейчас металлоломом нашпигуют, пока я буду лететь на парашюте, по полной программе. То есть я ударюсь об землю с металлическим лязгом, потому что металлолома внутри будет очень много. А второе – все-таки город. И я знаю, что город как бы наш. И раз у самолета еще есть скорость, есть кинетическая энергия, и можно его перестать на снижение, то как бы и отойти от города, и отойти в сторону, ближе куда-нибудь к нашему войску. Остается неизвестным, кем был сбит самолет Кабылаша. Сначала самопровозглашенные власти Южной Осетии записали сбитый Су-25 на свой счет, назвав его грузинским штурмовиком. Однако, по данным Тбилиси, в тот день их Су-25 не летали, поэтому Кабылаша могла сбить по ошибке южно-осетинская сторона. Но это не помешало ему получить звезду Героя России и обрасти легендами благодаря пропаганде. Пускай они надеются, что будут безнаказаны. Мы достанем далеко. Что показали сейчас наши дальние авиации, стратегическая авиация, которая перелетела тысячи километров и села совершенно в другом государстве. И мы здесь в своем районе достанем любого. Пускай они в этом не сомневаются. После этих так называемых подвигов полковник Кабылаш окончил кузницу российских генералов в военную академию генштаба и стал стремительно продвигаться по службе. А с началом российского вторжения в Украину принялся беспрекословно выполнять все людоедские приказы Кремля. Власти Украины еще с начала 2023-го считают его виновным в ракетных обстрелах гражданских объектов. В ноябре того же года СБУ заочно обвинила генерала Кабылаша в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве. Весной прошлого года Киев выдвинул ему обвинение после ракетного удара по многоэтажке в Кумани. Тогда погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. СБУ собрало доказательства причастности Кабылаша к обстрелам украинских гражданских объектов. По версии украинского следствия, выполняя указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов, он отдавал приказы на массированные ракетные удары пожилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. После поездки в Монголию, окруженную со всех сторон двумя союзническими диктаторскими странами России и Китаем, Путин изо всех сил пытается продемонстрировать, что международное правосудие для него, как и для таких, как он, аморальных российских генералов, пустой звук. Демонстративно повышая в званиях и должностях военных преступников, кремлевский тиран хочет показать им свою полную поддержку и слабить желание Запада помогать Украине. По версии Путина, цивилизованные страны должны признать, что он и его свит они военные преступники, а так называемые миротворцы, с которых нужно снять все санкции и забыть об их злодеяниях в Украине. И пока Кобылаш и такие же генералы, как он, бубнят о высокоточном оружии, количество убитых ими мирных людей и уничтоженных населенных пунктов растет, а все новые свидетельства военных преступлений российской армии и кремлевской верхушки становятся многотомными делами для расследования Международным уголовным судом в Гааге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова